Друзья, всем привет! Колледж же здесь оказался на площадке. Видос вообще не запланированный, но тем не менее. Китаец на 50 сил с кабиной. Сейчас есть очень хороший выбор и, в принципе, плюс-минус для 50-ок, как никогда. Цены адекватны и вменяемы, учитывая то, что в связи с китайским кризисом очень скоро может все-таки быть подорожание. Про это вы узнаете в других видео. А сейчас те самые полтинники, какие есть и что можно взять, за что понеслись. Итак, по поводу экономии. Чтобы просто вы понимали для себя, у нас начинается, как правило, 50-сильный образец самый ходовой. Один из самых ходовых, типа Zoom Leon Cherry и Lavo. Они, в принципе, похожи максимально по всему. По характеристикам, по трансмиссии, по колесам, по мостам, по двигателям. И фотон с еврокабиной, вот такой замечательный. Вот. Будет стоить вам в районе 15-ти. Но! Три трактора новых. Один из которых мне даже больше чем-то нравится, чем вот данный фотон. И они начинаются от 12-ти. Смотрите, какая красота. Первое это фотон 504 C. Есть тоже две модификации. C и CN. Они идут с реверсивной и без реверсивной коробки, соответственно. Но по своей сути, это та же 50-ка. Это та же 50-ка на вот таких вот 50-х мостах уже. Мощных, видите? То есть не отличается от 12-го, 15-го, 15-го. Вот. Тут все иначе в кабине. Чуть-чуть. Тут все иначе в кабине. Собственно говоря, из-за этого это вон по сути своей и дешевле. Но все равно она герметичная. Нет никаких щелей, сквозных дырок. Ну, помимо вот таких, они есть в принципе. Они в лаволе, только в других местах, скажем так. И он стоит от 12 тысяч. Внимание. От 12. То есть, грубо говоря, 50 сил. С таким же 498-м на секундочку двигом. С такими же 28-ми большими колесами. Разборной диск. Трансмиссия. Задний мост. Ничем не отличается. Абсолютно точно такой же мост. Точно такая же у нас идет трехточечка. Точно так же. Две сцепки усиленные. Точно так же штатные. Две гидропары стоят. И вы экономите как минимум 3 на нем. И это тоже имя. То есть, Фотон. Либо лавол, либо не лавол. Ну, то есть, как бы это Фотон. Это тот же самый бренд. Просто попроще, попроще класс для людей, у кого бюджет ограничен. И нет возможности вывалить 15 тысяч за трактор и там скандеем. И со всеми, со всеми этими делами. Такой бюджетный вариант, но сильный. Бюджетный вариант, но сильный. Дальше. И чуть-чуть поднимается у нас не сильно цена. Я уже дальше. Вот, ДТЗ. ДТЗ 55. 0,4К. Это у нас, опять же, тот же по сути лавол. Отличается чуть-чуть он иначе мостом. Тоже цена будет идти 12 с копейками. Точно. Точного прайса под рукой нет, но тем не менее. Это все равно на 3 дешевле, чем... Наш, да, козырный друг. И здесь мы видим, к сожалению, увы, чуть-чуть меньше мост. Но, что касается двигателя и что касается трансмиссии, тут, в отличие от самой простой версии Цэшки, где нет реверса, здесь у нас в штатной комплектации, в базовой, идет реверсивная коробка. То есть, вот видите, вперед-назад и там идут передачи. Она не на руле, но тем не менее. И тоже мы видим кабину без всяких там щелей. То есть, это не кабина Дон Фэнга от дождя. Тут абсолютно все. Тут даже педали вот сделаны грамотно. Подвесные, в отличие. Вот опять же, которые мы только что с вами смотрели. Вот. И это все тоже стоит как бы 12. Ну, 12 плюс, мне кажется. Ну, что, 12,4. Что-то такое. Тоже на широких дисках, тоже на 28-м колесе. Я сейчас вам покажу его сзади. Да. Тоже идут штатные две гидропары. Тоже идет розеточка. И, собственно говоря, тут идет одна у нас септа. Одна у нас септа, но она регулируется. Потом чуть-чуть тоже другой мост. Чуть-чуть уже. Но сама трансмиссия, сама коробка, в принципе, такого же маборита. Вот. И диски сцепления и тому подобные вещи. Оно такое не слабое. Ну, классическая китайская герланда. От нее, к сожалению, никуда не деться. Закругленные у нас идут задние боковинки, чтобы лучше было видно. Кабина плюс не ухраняемая вообще для своих денег. То есть, она герметичная. Она большая. Она больше, чем в лаволе. Она с хорошей обзорностью. И, в принципе, тоже идет цена 12. Но самое... Пробираемся. Вот так вот. Вот так вот. Самое привлекательное, самое интересное. Да? Я стою на закуску. И, внимание. Это Дойц. Это Дойц с кабиной. Как думаете, сколько он стоит? Напишите в комментариях ваше предположение, сколько он стоит. Шикарнейший аппарат. Шикарнейший аппарат. Тут покажу уже мотор. Напомню, что в них идет другое. То есть, тут идет двигатель не КМ, не Кентавровский и так далее. Вот. У нас идет производитель. Я про них считал. Это восточная компания. Получается, она производит свои двигатели на весь рынок. То есть, это Азия. Это, скажем так, не направлено на Украину, Россию. Как правило, Китай клепает самое дешевое, скажем так, дерьмо именно для стран Советского Союза бывшего. А для себя, как бы, на Азию чуть-чуть сделала получше. Это известная фирма. Я делал видео, когда обзор на Дойца, когда он только пришел. Я показывал разницу и показывал, собственно говоря, этот самый двигатель. Вот. Теперь же. Это полтинник Дойц. Поэтому он уже идет четырехцилиндровый. Сороковочка, напоминаю, идет трехцилиндровый. И вот с таким он идет, такой кабин. Вот. Посетимая. Посетимая цену. Цена я даже не знаю. Понимаете, вы же, если я буду говорить цену, вы же туда не будете писать гневные комментарии. И у нас активность будет на Ютубе падать. В общем, этот трактор идет что-то среднее. Между полтинником фотона и между полтинником лобового уже, который идет с еврокабины. То есть, это не 15, но и не 12. Поэтому, друзья, цену, номер телефона есть внизу. Можете узнать. Можете написать в комментариях. И обязательно по нему буду делать отдельный обзор. Поэтому я так чуть-чуть сдержу интрижку. Вот. Я обязательно буду... Что, блин? Смотрите, как прихохозили. Вашу мать, что это такое? В общем, я обязательно по нему сделаю обзор по этому трактору. И там вы все узнаете. Так что в скором времени ждите. Большая, крутая техника от китайского производителя по доступной цене. Но как-то так заспойлерим. Потому что, действительно, если сравнивать, допустим, с другими полутяжками, даже с европейцами, это большая разница в цене. И касательно работоспособности, вот бренд Фотона Лаволза рекомендовал себя очень хорошо. А что касается ДТЗшки, мы все знаем, что ДТЗшка бренд. Это уже как бы бренд, который у нас существует в Украине. И, в принципе, Фотона ДТЗ фактически трактора-близнецы. Вот если брать еще, допустим, сороковки с кабинами, очень сильно похожи. Да, сейчас они под себя заказывают другие морды и все остальное. Но, в принципе, техника максимально похожа по своей комплектации, по своей деталью, скажем так, проще. Вот. Что мы имеем тут? Дойтс фарта, красивая наклейка, такая бамц идет. Потом у нас идет реверсивный ход. Естественно, у нас сбоку рычаги трансмиссии удобненько. Тут же сбоку у нас идет подъем гидравлики. Тут же сбоку у нас идет ручной газ. С этого боку у нас идет... Там у нас идет 4 гидровыхода. И, соответственно, тут же у нас идет переключатель влома. Имеется в виду скорость и влома 540 тысяч оборотов. Тут же у нас идет вручник, как в машине, то есть максимально продумано, все сделано. Потом у нас идет лючок, лючок идет, печечка у нас есть, у нас есть FM-радио, можно флешечку ставить, музыку свою послушать, можно вставить CD-карту, SD-карту. Ну вот это убивает вас, смотрите, ну за такие деньги хотя бы какой-то пластмасской вы накажете. Вашу мать! Почему же все так грустно? Дворник, это хорошо, но... Вашу мать, смотрите. Китайская гирлянда, она как бы, хоть и дойц, хоть и как бы самый люксовый Китай, но китайская гирлянда, она все равно есть тут у нас. Глушилка. Нормальный, в принципе, человеческий свет, нормально, в принципе, что? А это что делает? О! О! Вот эти ребята пошли дальше. Они уже убрали регулировку руля вверх-вниз, но по вылету добавили. То есть можно вот так даже сделать. Ой! Вот так. Рулевка. Ну, в принципе, мне нравится. Приборочка адекватная, комбинированная, и сидишь комфортно. Места достаточно. Немного не мало, для 50 китового, или вот все-таки место побольше. Но! Все равно, место в нем достаточно. Трактор высокий, давайте гадим по ходовой что-то у нас. Что касательно по ходовой. По ходовой у нас... Я просто всегда сравниваю мосты, но он другой. Смотрите. Какой тапок. Другой совсем мост. Это... В принципе, у него чуть-чуть другой конструктив идет. Он там отличается, да? Даже, да, от Денпенгов наших, от ДТЗ-ших. Потому что намного все массивнее и круче ходовка. Мне это очень нравится. И, собственно говоря, я очень надеюсь... Сейчас я его первый раз вижу. Надеюсь, сзади увидеть ее мое. Вот так вот у нас идет, да? В принципе, друзья... Двадцать восьмое колесо на двенадцать четыре. Немножко огорчило то, что сороковый точно такой же идет. Сороковый ДТЗ идет с точно таким же колесом. Могли бы влепить шире резину. Это факт. Тут как бы для этого еще и место позволяет. То есть, какой-то, как бы, да, вариант того, что на нас сэкономили снова китайцы, не перестает жить, да, вместе с этим трактором. Но, тем не менее, и коробка мне нравится. Она большая. Она не выглядит хлипкой. Там, знаете, 24-шки, сороковка. На сороковке такая же все точно так же, только мотор. Цилиндр один впихнули и, как говорится, продают. Здесь коробка соответствует габаритам трактора, самым мосты, сама трубточка. Два, у нас идет две сцепки. И три гидропары. Один коннектор не стоит, но, как вы видите, уже вот под него, я-мое, вот под него уже выход готовый. То есть, сразу можно сходу ставить подручник. Так, вообще, никаких абсолютно дополнительных, у меня там манипуляций, этот шланг и сосок лежат в зипе. То есть, вообще, без проблем, сразу же на него можно устанавливать подручник. Вот. Вот. Друзья, так что пишите в комменты, я сделаю обязательно на него обзор. А, в принципе, в целом, из того, что сейчас предлагает Китай, мне хочется отметить четыре, на самом деле, бренда. Здесь вот у нас представлено только три. Потому как это, естественно, фотоны, никуда от них не деться. И они тоже есть за 12, они только за 15, за 16. Это радует. Конечно же, DTZ 5404K тоже в такой же ценовой диапазоне. Чем-то он чуть-чуть хуже, чем-то он чуть-чуть получше. Допустим, да, кабины у него больше, но мост у него чуть собее. То есть, такие вещи. И, конечно же, Зумлеон Черри. Хоть его тут и не стоит, но 504-й Зумлеон, это топчик. Мне кажется, за свои деньги это один из самых лучших, вообще, чего можно взять. Потому что в нем и чувствуешь себя по комфорту, фактически, как во воле. И он, по-моему, стоит 13. Да. То есть, вообще жир. Ну и новый у нас появился, 504-й Ц. По нему отзывов не имею, поэтому хвалить или ругать прям его не буду. Что касается сороковочек. Несколько человек их брало. И, в принципе, на западной Украине они более распространены. Их берут, на них ставят кабины. Люди пользуются. То есть, качество там достойное. Там другие движки совсем не тот Китай, что везут к нам. И все это, и все прочее. Что касается 504-ки. Сделаю более детальное видео. Будем, друзья, с вами разбираться, что это за зверь. И тогда именно вы узнаете его цену. Ну или, конечно же, можете обратиться внизу по номерам телефонов нашей компании. И зайти на сайт, на котором этого трактора еще нет. Но обязательно он скоро будет. В общем, у нас большие проблемы с программистами и с сайтом. Но уже мы это решаем. Два как месяца уже сайтом занимаются нормальные ребята. Поэтому очень скоро все будет там. Вот. Всем удачи. Всем пока.